итак всем привет друзья сегодня хочу продемонстрировать небольшой анонсик об охоте на соболя вот попалась небольшая соечка в капканчик мы приехали на буране с товарищем соек очень много попадается регулярно попадаются кстати и это очень плохо они попадаются вот прямо вот живые остаются приходится их добивать а чем плохо что они попадаются так это капкана закрывают и соболь если вы даже подошел он бы уже не попался ну как то так друзья вот сейчас видите наблюдаете снизу перо рябчик набросаны и в общем-то висела там крылышко или голова не помню вот это вот соечка все раскрывала ну как бы приманочку и сама попалась в капкан вот друзья сейчас напарника добивает и будем вешать ее же на этот капкан уже добил как бы это кадры не очень-то хороший если вы успели заметить вот здесь вот внизу есть короче бутылочка полторашечка в ней короче настоечка змеиная короче змея тушится с водой в воде и получается вонючка такая змеиная вот можешь короче возле капкана тут дерево там помажешь палочку воцкнешь там оставишь с ваткой или с мухом и вот тогда соболь идет вот сейчас он будет вытаскивать соечку эту с капкана будем короче делить на несколько частей и подвешивать на капкан так друзья почему оригинального звука нет да потому что я балбес раньше не думал о том что авторские права нарушая и наложил на это видео музыку и вот короче сейчас я музыку и слив удаляю меня получается моих слов не слышно вот и приходится делать свою переозвучку но часть сижу с диктофоном переозвучиваю как то так друзья тайга у нас вот это вот находится дома примерно километров 20 мы ездили настояло 200 капканов мы ставили с диаваси вот капканы нулевочка короче конкретно как мы ставили капканы мы ставили вот так вот сбежек и сверху как бы прикрывали лапничком там некоторые не прикрывали капканы и несколько шалашей на земле вот как то так ребята ну видео конечно не для слабонервных вот разрываем ее видите вот нога висела рябчика и она и склевала эта соечка сами видите кость осталась вот как то так бывало даже такое что попадались филины в капканы филины всякие кедровки сойки там угадывают сороки попадаются приехали мы на моем буране на короткобазным вот на данный момент мне нужно сейчас поменять гусянки не охотился уже на насколько три года на нем не ездил вот и бензонасос надо мне новый туда купить ну и короче топливную систему ну короче грушу шланг фильтр поставить в окно вот сейчас положим приманочку в нарты самодельные и поедем дальше вот мы доехали до речки речка находится позади и заметили опять же эту кедровку и она нам нужна теперь еще на капкан ну так как у нас 200 капканов в эти 200 капканов то и не наловишь много приманки и вот приходится попутно еще добывать этих кедровок рябчиков приходится добывать вот видите вот она за нартами взлетела ну получится так что у него капкан мой капкан говорю патрон такой не не сильно то мощный но диавасе у него они такие вот заряженные на белку специально что пороха меньше там было дроби поменьше ну чтоб не разбивать белку шкурку он привык так бить их в глаз и вот сейчас по сойке стрельнет вот видите подранил и она упала он захочет идти в снег но не пойдет я скажу что я пойду за него и вот сейчас я побегу за этой сойкой и в итоге у нас получится с этой своей сейчас небольшие приключения друзья вот смотрите сейчас я побегу за ней она оказывается не до конца подранена ну короче у нее еще найдутся силы чтоб свое крыло привести в действие встать на крыло и уйти от меня в болотину прямо в низину под речку вот смотрите я как бы надеюсь еще что я догоню но она набирается силой полетела в общем ну догоним мы и вообще сейчас я отключу камеру как бы стыдно мне стало такой охоты заниматься вот уже добыли и ложим нарты и продолжаем движение дальше вот